Володя, вот тебе и 70. В честь этого юбилея хочется подвести твои итоги и честно посмотреть в твое будущее. Каким был твой путь? В детстве товарищи по питерской подворотне ласково называли тебя Молью. Ты был Молью хотя и маленькой, но очень гордой. Поэтому ты хотел лететь к солнцу. Место под солнцем могли в те времена дать только родная партия, КГБ или связи в криминальном мире. Но ты был настолько талантлив, что умудрился обзавестись крышей во всех вышеперечисленных важных тусовках. Благодаря Озеру и другим кооперативам ты изобрел столько способов честного отъема денег у населения, что даже Остап Бендер на твоем фоне окажется невинным шалунишкой. А когда ты, Володя, стал президентом самой большой страны в мире, то раскрыл свои таланты на еще более высоком уровне. Теоретически можно было повести Россию по цивилизованному пути развития и добиться, чтобы не только в Москве и Питере, но и во всей остальной стране у людей были доходы не ниже жителей загнивающей Европы и омерзительной Америки. Можно было поднять экономику на такой уровень, чтобы роскошные особняки, лексусы и яхты были не только у членов озера, но и у большинства населения России. Очковые сортиры заменить нормальными туалетами, вместо трущоб и хрущоб построить современное комфортное жилье. За эти 20 с лишним лет можно было развить технологии на предприятиях, производя не металлолом типа Лады Калины, а нормальные машины. Вместо дорог, как в песне поется «Семь загибов за версту», проложить современные автобаны и автострады, ну чтобы по пути из какого-нибудь Урюпинска в Задунайск машина не развалилась на части. Но это же все очень скучно и неинтересно. Зачем истинно русскому православному человеку такие буржуйские выдумки? Да и какой изобретать холодильник типа Самсунг или стиральную машинку Индезит, которая прослужит долго, когда это все можно просто отжать или скоммуниздить в ближайшие деревни соседнего государства? Идя по тернистому пути своего настоящего учителя, известного немецкого политического деятеля, писателя и художника Адольфа Алоисовича Шикельгрубера, то бишь Гитлера, ты быстро понял, что большая часть твоей страны – это Охлас, который согласен ходить битым и голодным, но не может не чувствовать себя великим победителем. Еще в начале 2010-х было видно, что экономика России держится на одних лишь бензоколонках. Криминалитет прочно сросся с правоохранительными органами, а коррупция проела в бюджете такие дыры, что было удивительно, как эта страна еще не почила в БОЗе. Рейтинг твой падал, заниматься экономикой было скучно и нудно, а разные протесты типа Болотного, они, конечно, напрягали, но были не настолько массовыми, поэтому легче было их просто разогнать, а участников отдубасить или посадить. Но всякий протест мог вылиться в нечто большее, и видя печальные судьбы своих коллег Хусейна, Каддафи, а позже и Януковича, ты, как президент России, понимал, что нужно все-таки что-то решать. И ты решил. Твой гибкий ум, закаленный службой в КГБ, а потом и ФСБ, четко рассчитал, как можно заставить огромную толпу россиян почувствовать себя богатыми, не прибавляя в их карман ни копейки, мало того, забирая часть того, что у них уже есть. Что надо сделать, чтобы каждый российский алкоголик, наркоман, хулиган, тунеядец и неудачник почувствовал себя Чингисханом? Правильно, расширить территорию. Ведь многие ностальгировали по СССР, и ты удовлетворил их ностальгию. И каждый маргинал со скромным интеллектом ощутил, что у него что-то прибавилось. Мы все заметили, как по мере укрепления на президентском посту в твоих пламенных речах все чаще звучала воинственность, и все реже ты говорил о демократии и свободе слова. В конце концов, ты покончил с этими европейскими глупостями и повел страну в настоящую глубокую и бескрайнюю, ну скажем так, тундру. В начале нулевых ты, Володя, одержал красивую победу над чеченскими сепаратюгами и террористами. Правда, в результате этой победоносной войны погибло довольно много русских, а Чечню возглавил тот самый сепаратист, который ранее объявлял России священную войну. Но это все мелочи, главное, что эта республика осталась в составе федерации. В 2008 году ты со своим партнером Медведевым ввел войска в Грузию, которая, как вы рассказывали потом, очень-очень сильно угрожала России. Позже ты спас в Сирии страдающего президента Асада, который нечаянно убил несколько десятков тысяч своих сограждан. Ну а самые знаменитые твои действия, Володя, это, конечно же, защита прав русскоязычного населения в Украине. Там, особенно в Крыму и на Донбассе, люди очень страдали от злобных бендеровцев, и нужно было срочно им помочь. Правда, немного неудобно получилось, потому что в результате этой помощи как раз больше всего пострадали именно жители русскоязычных регионов. Но это тоже все мелочи. Главное, что увеличилась территория Российской Федерации. Ну типа. Были, конечно, некоторые побочные эффекты этого расширения. Россию катапультировали из Большой Восьмерки, ввели санкции, над которыми россияне долго смеялись, но потом постепенно перестали. Противные иностранные капиталисты стали как-то очень косо смотреть на РФ и выводить оттуда свои капиталы. А тут еще коллеги по разведке, вместо того, чтобы без шума и пыли травить разных вражеских элементов, как назло, стали засвечиваться где ни попадя. То на шпиль засмотрятся, то на военной базе спалятся. Да и киевская хунта, которую ты собирался прихлопнуть как муху, как-то не особо спешила сдаваться, а вместо этого бросилась тренироваться и накачивать мускулы при помощи коварного Запада. С этим нужно было, конечно, что-то решать. И ты, чтобы никто не догадался, решил накопить войска на границе и всем рассказать, что никуда наступать не собираешься. Не зря говорил один юморист, что русских надо остерегаться, потому что на каждый ваш умный шаг они ответят непредсказуемой глупостью. Решив, что именно в непредсказуемости заключается главный секрет победы, ты, Володя, решил выбрать для вторжения конец февраля, когда на деревьях нет листвы, погода резко меняется с дождливой на снежную и обратно, а вместо большинства дорог – каша. Ты, как великий полководец, смело приказал наступать, а сам предусмотрительно и оперативно нырнул в бункер, потому что в такой ситуации свое здоровье надо особенно беречь, ведь ты же нужен своему народу. План был срочно захватить Киев за три дня. Правда, против России воевали же не только бендеровцы, но и все НАТО вместе с космическими пиратами Сатурна, поэтому три дня растянулись более чем на полгода. И даже к своему дню рождения ты, киевского торта на тарелочке с каемочкой, так и не дождался. Но зато были свечи. Сразу несколько свеч вставили под Киевом доблестным российским солдатам еще весной. Потом были свечи под Харьковом и некоторыми другими украинскими городами. А осенью, аккурат перед юбилеем, ты, великий завоеватель Владимир Владимирович, получил очень большие свечи в одно место под Балаклее и Купенском. Ну а изюминкой на праздничном тортике к твоему 70-летию стал изюм и, конечно же, лиман. И вообще, украинцы за месяц освободили столько своей территории, сколько ты захватывал за целых шесть. Да, война пошла немножко не по плану. Но ведь были схватки боевые, да говорят еще какие, территория-то расширилась. А то, что потери там несколько десятков тысяч, так это пустяки, бабы еще нарожают. И зачем России вообще валюта из буржуйских долларов и евро, когда есть рубль и юань? Зачем Роллс-Ройсы, Мерседесы, Лексусы, когда их можно импортозаместить москвичами, ладами и буханками? Зачем кормить и одевать народ, когда можно построить очередной храм, где услужливый патриарх расскажет о смиренно-мудрой покорности, манне небесной и жизни вечной после смерти? Да, конечно, косо смотрят на тебя, Володя, в Вашингтоне. Презирают в Лондоне, ненавидят в Киеве, унижают в Самарканде. Даже твой союзник Си Цзиньпин как-то сторонница тебя. Но что с ними всеми разговаривать, когда можно просто шарахнуть ядерной бомбой, и они все заткнутся? Да и падающий после мобилизации рейтинг надо как-то поднимать. Охло сможет простить голод, оскорбления, репрессии и другие издевательства с твоей стороны. Ты же вождь, но весь этот плебс не сможет простить одного военного поражения. Это единственное, что толпа никогда не прощает правителю. И те, кто вчера ликовал и пел тебе дифирамбы, с удовольствием пойдут против тебя, когда по-настоящему почувствуют твою слабость. Этого никак нельзя допустить, поэтому надо обязательно шарахнуть и посильнее. Гойда! Или как там кричал Охлобыстин, которому ты когда-то подарил именные часы. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. Ну а если для этого придется положить всех россиян, ничего. Они же все попадут в рай, пока ты будешь отсиживаться в бункере, в который обязательно прилетит американская ракета. Поднимем же бокалы за юбиляра. За тебя, Владимир Владимирович. Пожелаем тебе бодрости и долгих лет жизни. Ты всем нам нужен здоровым и крепким, со своим обнаженным торосом, обворожительной ботоксной улыбкой и хоккейной клюшкой. Искренне не хотим, чтобы ты, Володя, расстроился от новостей и, приняв какую-нибудь гадость, как твой учитель Гитлер, умер легкой смертью. Поэтому будем тебя, как можем, радовать и развлекать. Президент Великой России должен быть подтянутым и хорошо выглядеть, когда придет час на скамье подсудимых Международного трибунала. Желаем тебе, Володя, чтобы ты, маленькая, но очень гордая моль, не опалила крылышки раньше времени, отметила 70-летие и получила как можно больше подарков. Кушай тортик, подписывай новые документы о присоединении Эритрии, Марса и Кассиопеи и жди новых новостей с Украинского фронта. Все самое интересное для тебя только начинается. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Поддерживайте нас на Патреон. Это помогает авторам развивать канал. Кроме этого, можно воспользоваться новой функцией Ютуба «Спонсорство». Кнопка «Спонсировать» есть возле каждого видео и на главной странице канала. До новой встречи! Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»!